Чтобы поддержать создание новых познавательных материалов на канале, воспользуйтесь реквизитами, размещенными в описании под видео. Помогите распространению этих материалов лайками, комментариями, репостами и подпиской на канал. Большое спасибо и приятного просмотра. В истории советского изобразительного искусства период, охватывающий 21-32 годы, представляет особый интерес. Первые годы после Октябрьской революции до 21-го года характеризуются явным засилием в изобразительном искусстве так называемых левых течений. Представители этих течений весьма ловко жонглировали псевдореволюционной фразой, с жаром провозглашали всевозможные новаторские лозунги и в то же время, кровно связанные с разлагающимся буржуазным обществом, они уже в предоктябрьский период, а затем и после Октябрьской революции, являлись носителями деградации западноевропейского буржуазного искусства. Часть из них вскоре оказалась за границей – Шагал, Гончарова, Лорионов. Вместе с тем, нельзя забывать и того факта, что определенная прослойка художников-реалистов в первые годы советской власти заняла явно не советские позиции и эмигрировала за границу – Малявин, Жуковский, Пастернак и другие, порвав всякие связи со своей родиной. Но основное ядро крупнейших мастеров, таких как Бакшеев, Архипов, Малютин, Юон, Касаткин и другие, остались на родине, не складывали своего оружия даже в годы формалистического засилия. И, будучи организационно разобщенными, все же боролись за подлинно народное реалистическое искусство. В годы Гражданской войны в творческой жизни на первое место выдвинулось агитационно-массовое искусство и, прежде всего, плакат. Важное место в это время занимала также и монументальная пропаганда в скульптуре. С наступления мирного социалистического строительства диапазон изобразительного искусства необычайно расширился. С каждым годом все более выдвигалась советская тематическая картина с ее многообразными видами и жанрами – станковая, декоративная, монументальная живопись, исторический и историко-революционный жанр, бытовой жанр, пейзаж, натюрморт и т.д. Не менее широкие возможности получила советская скульптура. Появилась потребность в станковой и декоративной скульптуре. В дальнейшем развитии скульптуры монументальной большие перспективы открылись и перед графикой. Получают широкое распространение искусства сатиры, книжная иллюстрация и т.д. Все это определялось содержанием и характером жизни нашего народа, вступившего в новый период своей истории. И в конечном счете привело к тому, что в советском изобразительном искусстве находят быстрое развитие реалистические направления. Советские художники могли встать на уровень требований своего времени при условии, если главным героем их искусства будет свободный, строящий социализм, простой человек, рабочий, крестьянин, командир и боец Красной Армии, советская женщина, энергичные, действенные натуры, преданные идеям Октябрьской революции. Жизнь и труд народа, в которых раскрывалась величие эпохи строительства социализма, давали искусству такое большое богатство тем, сюжетов, драматических сцен, конфликтов и ситуаций, наполненных исключительным разнообразием действия, каких никогда не имело искусство в прошлом. Чуткое внимание к человеку, к живым характерам и типам, даже к мелким явлениям действительности, если в них обнаруживаются черты нового, должно было стать одним из условий успешной творческой работы художников. Все лучшее, что было завоевано советским искусством в годы Гражданской войны, идейность, публицистичность, выразительность форм, умение общаться с народом и доносить до него идеи Октябрьской революции, было усвоено нашими лучшими художниками в период мирного социалистического строительства и получило дальнейшую разработку в многообразных видах и жанрах искусства. В новых мирных условиях Коммунистическая партия получила возможность еще более внимательно заниматься вопросами искусства. Мероприятия партии и правительства в области искусства обеспечили консолидацию художников на основе политических задач, стоявших перед страной. Советский народ в этот период борется за построение фундамента социалистической экономики. В стране развертывается огромная работа по осуществлению культурной революции. Строительство социализма приходилось осуществлять в условиях ожесточенной классовой борьбы. Свергнутые в октябре 1917 года и разгромленные на фронтах гражданской войны вражеские силы не хотели складывать оружие. Беспощадно расправляясь с врагами, Коммунистическая партия и Советское правительство противопоставили их контрреволюционной пропаганде систематическую работу по идейному воспитанию трудящихся. В борьбе за социализм, за новую социалистическую культуру, исключительно большое значение имел 10-й съезд Коммунистической партии, состоявшийся в марте 1921 года. На основе постановления 10-го съезда партии о главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах партии в середине 1921 года происходит реорганизация структуры наркомпроса. Отдел ИЗО наркомпроса, руководители которого являлись сторонниками формалитических течений, как самостоятельный отдел был ликвидирован. Создается главполитпросвет, в котором был организован отдел ИЗО с обновленным руководством. В новых условиях оставалась актуальная борьба левого мелкобуржуазного направления в искусстве против кубистов, футуристов, беспредметников, именовавших теперь себя конструктивистами, производственниками и так далее. О том, какое вредное влияние оказывали футуристы на творчество художников, говорят многие факты. Об этом пишет в частности в книге «Моя жизнь» народный художник Советского Союза Грабарь. В начале 1921 года все реалистическое, жизненное, даже просто все предметное считалось признаком некультурности и отсталости. Многие даровитые живописцы стыдились своих реалистических замашек, пряча от посторонних глаз простые здоровые этюды. И выставляли только опыты кубических деформаций натуры, газетных и этикетных наклеек и тому подобный вздор. Ну и что же вы делаете в школе? Должно быть, с футуристами боретесь. Ну что вы, Владимир Владимирович? Мы же сами все футуристы. Я и маженист. Долой маженистов! Мы футуристы. Даешь футуристов! Даешь футуристов! Ах, вот как это занятно. Нужно будет с вами поспорить непременно. Нужно, нужно поспорить. Мы вам, Владимир Владимирович, доставим литературу, и мы уверены, что и вы будете футуристом. Не может быть такого, чтобы вы не были футуристом. Может быть, чтобы вы, старый революционер, были задряхлый, гнилой реалистический хлам. Тем более, что футуристы пока что единственная группа, которая идет вместе с нами. Остальные тю-тю. Если в 1918-1920 годах идейным и организационным центром формализма был отдел изобразительных искусств наркомпроса и его газета «Искусство коммуны», то в 1921-1923 годах таким идейным центром формализма становится Институт художественной культуры «Инхук», созданный в 1920 году при отделе изобразительных искусств наркомпроса. А после перестройки последнего, с 1921 года, существовавшей при Государственной академии художественных наук. В этом Инхуке и получили развитие теории и практика формалистического искусства. По замыслам формалистов, Инхук должен был на новом этапе дальше развивать достижения кубизма, футуризма, беспредметничества и тому подобного. Должен был в кавычках «научно» обосновывать в кавычках развитие буржуазных антиреалистических направлений. В Инхуке собрались самые разношерстные представители так называемого «левого направления в искусстве». В 1922 году среди членов Инхука резко обозначились две группы. В одной из них находились художники, начавшие именовать себя производственниками. В другой группе были те, кто именовался станковистами. Первые, и их было большинство, отвергая реалистическое искусство, объявили враждебным пролетариату всякое станковое искусство. Картину, скульптуру, графику, Брик, Куснер, Тарабукин выступают со статьями и докладами на темы. От картины к ситцу, от мольберта к станку и так далее. Производственники декларируют о своем уходе в производство, где они были намерены вместе с инженерами оформлять в коммунистическом духе предметы, выпускаемые фабриками и заводами, делать рисунки для текстиля, создавать новые формы одежды, мебели и так далее. Кто автор? Покажите-ка на свете. Это я. Называется динамические линии. Имеет прикладное значение. То есть? Так надо красить все паровозы. Такая раскраска отразится на скорости движения. Динамические линии переходят в резкое увеличение скорости. Ну вот, спецы саботируют. Завтра пойду к товарищу Дзержинскому. А вы, простите, физику. Начали изучать. Скоро приступаем, Владимир Ильич. Станковисты в Инхуке утверждали, что станковое искусство имеет право на самостоятельное существование, но при этом представляли его как выражение формалистических исканий и экспериментов в западноевропейском духе. Сторонники производственного искусства, выступая с лозунгами «Картина умирает», получили кое-где доступ на фабрике и начали изображать в кубофутуристическом духе в кавычках новую – мебель, одежду, чайную посуду, рисунки для тканей и так далее. В журнале «Лев» были напечатаны, сделанные по их рецептам изображения чайной посуды, рисунки одежды. Все это выглядело уродливым и неудобным для употребления. Сторонники станковизма, во главе которых был Штеренберг, выйдя из Инхука, обосновались в качестве преподавателей в высших художественных учебных заведениях и начали по своим программам в кавычках воспитывать и обучать молодежь. И вот это томное, инфантильное – это называется новой культурой? Не клевещите, товарищ Калантай! Да, так можно все. Даже Пушкина. Конечно, можно, даже нужно. Я скоро это проделаю. Это универсальный метод. Да, так можно все. Даже Пушкина. Но ведь тогда ничего не останется. Вы не находите. Вы в Большой театр в оперу ходите? Что? Ну, что-то совсем ничего интересного нет. Как же так? А вот товарищ Луначарский очень бьется над тем, чтобы сохранить оперу. Это старье. Старье. А где же новые? Вы-то сами ничего нового не указываете? Конечно, Владимир Ильич, новое еще мало. Но все-таки оно есть. Все мы по-разному понимаем это новое, но зато все мы единодушно против Евгения Онегина. Евгения Онегина нам в зубах навязли. Правильно, Серега. Мы против Евгения Онегина. Правильно. Вот как? Значит, вы против Евгения Онегина. Не меньший вред в эти годы продолжала наносить советской культуре и искусству деятельность пролеткульта и его теоретиков. В сентябре 22-го года газета «Правда» напечатала в порядке обсуждения статью тогдашнего руководителя пролеткульта Летнева на идеологическом фронте. Статья эта стала широко известной благодаря пометкам, сделанным Лениным на полях газеты. В этой статье Плетнев вновь воспроизвел почти все меньшевистко-богдановские идеи по вопросам строительства пролетарской культуры. Так, например, в статье декларировалось «Задача строительства пролетарской культуры может быть решена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и тому подобным, вышедшими из его среды». Ленин сбоку написал «Архификция». А против слов Плетнева «Пролетарский художник будет одновременно и художником, и рабочим» Ленин пометил «Вздор». В этой статье Плетнев снова пережевывает утверждение ликвидаторов искусства о том, что изобразительное искусство нового мира будет производственным искусством или его не будет вовсе. В заметках на полях этой статьи Ленин еще раз высмеял и решительно осудил ликвидаторские богдановские взгляды на культуру и искусство. Центральный комитет нашей партии, и прежде всего Ленин, самым решительным образом осуждая деятельность и творчество футуристов и пролеткультовцев, всячески поддерживали реалистическое направление. Как мы уже отмечали, в начале 20-х годов ведущее положение в изобразительном искусстве начинает занимать советская тематическая картина. В это время получают развитие и другие виды искусства. Но все же художественная жизнь и творческие искания определились в это время задачами советской тематической картины, борьбой передовых художников за картину. В этой области прежде всего развернулась ожесточенная борьба реализма против постсезонизма, экспрессионизма, натурализма. И эта борьба имела решающее значение для определения путей и исканий художников во всех видах и жанрах изобразительного искусства. Луначарский в связи с этим совершенно правильно писал. Пролетариат предъявил к художникам требование выразить его идеи и чувства в картинах. Картина, являющаяся выражением и иллюстрацией такого явления как революция, это ведь бесконечно большое задание. Кто же может выполнить его? Футуристы, чудовищно смешивая свой приспособленный к беспредметности стиль, пытались создать какой-то бойкий фут-жаргон. Ведь все это были финтифлюшки, выросшие на почве потери содержания прежним обществом. Более вероятной явилась возможность возвращения на первый план старых реалистов. В развернувшейся борьбе за реалистическую картину в начале 20-х годов важную роль сыграла 47-я выставка «Товарищество передвижных художественных выставок», открывшаяся в феврале 22-го года. В каталоге выставки передвижники опубликовали декларацию, в которой изложили свое понимание задач искусства в связи с победой Октябрьской революции. В ней они писали 47-я годовщина работы «Товарищество передвижников» совпадает с моментом окончания укрепления рабочей крестьянской власти. Дать народу живое, понятное, верно отражающее его быт искусство было первую задачу «Товарищество». «В настоящий момент, когда впервые дается возможность с наибольшим успехом исполнить нашу задачу, товарищество считает нужным поднять свое знамя и ближе подойти к выполнению заветов своих зачинателей. Мы хотим с документальной правдивостью отразить в жанре, портрете и пейзаже быт современной России и изобразить всю трудовую жизнь ее разноликих народностей». В выставке принимали участие художники Касаткин, Бокшеев, Зайцев, Кацман, Келин, Крайнев, Малютин, Василий Васильевич Мешков, Василий Никитич Мешков, Радимов, Савицкий и другие. Основное место на ней занимали произведения Касаткина. Они явились как бы главным козырем передвижников в борьбе за реалистическое искусство. Почти все работы Касаткина были написаны до революции и посвящены жизни и труду рабочего класса и его борьбе против царизма. Сам принцип показа картин Касаткина был необычным. Они были размещены по разделам. Первый – «Завоевание свободы». Второй – «Реакция 1906 года». Третий – «Герои труда. Донбасс». Четвертый – «Заводы и фабрики. Этюды. Протоколы». Пятый – «Трудящиеся». Произведения Касаткина носили подчеркнуто тематический характер. Большое впечатление произвели работы, посвященные труду шахтеров Донбасса. Для дальнейшего развития темы труда в искусстве произведения Касаткина имели исключительно важное значение. Советская общественность по достоинству оценила его творческий труд, посвященный рабочему классу. В 1923 году советское правительство присвоило Касаткину впервые в советском изобразительном искусстве почетное звание Народного художника республики. В 1923 году состоялась 48-я выставка передвижников. Это была последняя их выставка. В ней участвовали Бокшеев, Кацман, Келлин, Мешков, Никонов, Радимов, Перельман, Савицкий, Шухмин, Яковлев и другие. Как видим, на выставке не было произведений Касаткина, а подавляющая масса перечисленных художников в это время уже принимала активное участие в начавшемся Ахровском движении. Товарищество передвижных художественных выставок таким образом закончило свою славную историю. Его последний представитель, Радимов, был избран первым председателем Ахр. В январе 1922 года в Москве открылась художественная выставка Союза русских художников. На ней свои работы показали такие известные мастера дореволюционного искусства, как Архипов, Паснецовы, Малявин, Малютин, Коровин, Крымов, Юон, Каненков, Домогацкий, Туржанский и другие. Нельзя не отметить крепкого, сочного мастерства, присущего многим произведениям указанных художников. Однако, мажорное настроение этих произведений носило скорее отвлеченный от жизни смысл. Работы, экспонированные на выставке, были очень далеки от новой действительности. 31 декабря 1922 года, затем в мае 1923 года в Москве открылись следующие очередные выставки Союза русских художников. 17 и 18. Они не внесли ничего нового в искусство по сравнению с предыдущей. 18 выставка была последним выступлением Союза русских художников. В мае 1922 года в Петрограде открылась выставка Мира искусства. Она наглядно продемонстрировала, что основная масса художников, объединившихся в этой творческой организации, также находилась в стороне от новой жизни. А что нам за дело до человеческого муравейника и всей его возни? Мы жаждем одной красоты в искусстве. И находим ее всюду. И в добре, и в зле. Безразлично. В конце 1924 года в Ленинграде открылась следующая выставка Мира искусства. Это была его последняя выставка. В начале 1922 года под названием Мир искусства в Москве открылась выставка, демонстрировавшая работы художников до революции, объединившихся в Бубновом валете. На ней участвовали Кончаловский, Лентулов, Машков, Фальк, Шагал, скульптор Королев и другие. Демонстрация искусства мастеров старых русских художественных объединений сыграла известную роль в развитии нашего искусства. Становилось ясно, с каким багажом вступает в новую жизнь старшее поколение русских художников и их ближайшие последователи и ученики. Вместе с тем, указанные выставки помогли многим художникам правильно понять, что было ценного в нашем дореволюционном искусстве, что необходимо было в нем критически использовать и что решительно отвергнуть. В этот период многие молодые художники начинали сознавать, какой огромный вред их творчеству нанесли футуризм, кубизм, производственное искусство. Для значительной части художников, стоявших до этого на позициях левого искусства, начинал приобретать все большую актуальность вопрос об овладении реалистическим методом. Однако немалое число молодых художников в то время все еще испытывали влияние космополитических идей формалистического искусства. Не понимало, что усвоить реалистический метод можно было лишь на основе русской национальной традиции, сохранившей заветы мировой классической школы. Поэтому найти правильный выход из формалистического тупика многим художникам удалось не сразу. В 1921-1922 годах возникают художственные организации «Бытие» и «Новое общество живописцев» «Нож», объединившие молодежь, до этого стоявшую на формалистических позициях. Организации эти решительно противопоставили себя кубофутуристическому искусству. «Бытие», возникшее в 1921 году, в своем составе имело Богородского, Соколова-Скаля, Покоржевского, Оветова и других. Из каталога третьей выставки «Объединение» мы узнаем, что оно было организовано группой художников, окончивших в Хутемас высшие художественно-технические мастерские, и провозгласило лозунг «За реализм», объявив, что в искусстве их в первую очередь интересует содержание, а не форма. Однако одновременно художники бытия заявили, что они отрицательно расценивают русский реализм второй половины XIX века и будут продолжать традиции дореволюционного бубнового лета. Таким образом, на словах, объявив себя сторонниками реализма, художники бытия на деле выступали против него. Для них, перенявших у сезонизма главный его порог, натюрмортный подход к изображению любого объекта, было безразлично, что писать – комсомолку или дерево, яблоко или работницу, крестьянина или любую попавшую на глаза вещь. И скоро обнаружилось, что традиции русского сезонизма, реставрированные в творчестве художников бытия, оказались совершенно неприменимы к задачам изображения многообразной и полнокровной советской действительности. Наиболее передовые художники, состоявшие в бытии, довольно быстро поняли ошибочность этого творческого пути. Уже с 1924 года на выставках бытия перестал участвовать Богородский, вступивший в Ахр. В 1925 году из этого объединения вышли Соколов Скаля и Покоржевский, также вступившие в ряды Ахр. Не менее поучительной была история создания и существования нового общества живописцев – НОЖ, организованного тоже молодыми художниками, испытавшими на себе влияние формализма и искавшими выход из творческого тупика. В общество входили художники Ряжский, Адли Ванкин, Нюрнберг и другие. В ноябре 1922 года они организовали выставку, в каталоге которой опубликовали свою платформу под названием «Наш путь». В ней они писали, «Аналитический период искусства кончился. Прошел год. Мы впервые выступаем со своими произведениями, являющимися результатом напряженнейшей борьбы в невероятно тяжелых условиях. Мы, бывшие левые в искусстве, были первыми, почувствовавшими всю бесполезность дальнейших аналитически-схоластических блужданий, все более и более далеких от жизни, от искусства. Мы пришли к тупику». В платформе художников-ножа не было четкого, ясно выраженного понимания путей советского искусства. Желание решительно встать на реалистический путь, и их творчество не получило поддержки у общественности. Поэтому, просуществовав до 1924 года, нож влился в бытие. Лучшие же его представители, Ряжский, Нюрнберг и другие, вступили в Ахр. Опыт творчества художников-бытия и нового общества живописцев лишний раз показал, что правильно решить вопрос дальнейшего развития советского искусства можно было лишь при условии, если художники окончательно преодолеют влияние буржуазного антиреалистического искусства, если они усвоят истину, что встать на верный путь можно лишь при условии правильного использования традиций русской реалистической школы. Хотите помочь движению? Хотите изучать теорию? Записывайтесь в кружки марксиско-ленинских организаций. Не тратьте время, попусту действуя в одиночку. Сила рабочего класса – организация. Без организации масс-пролетариат – ничто. Организованный – он – все. Организованность есть единство действия, единство практического выступления. Продолжение следует... Продолжение следует...